Космическая станция Впервые объединили свои усилия, чтобы надолго покинуть Землю. Вы находитесь в поистине международной части Международной космической станции. Это американская рабочая станция для управления роботом внутри европейского купола, который управляет канадским манипулятором. Одна из задач этого манипулятора – подцепить японский транспортный корабль, который доставит на станцию материалы. По оценкам, в строительство уже вложено 60 миллиардов долларов, но оно отстает от графика, и бригады работают круглосуточно, чтобы подготовить основные компоненты космической станции к запуску в космос. Только если шаттл НАСА будет регулярно совершать полеты, станет возможным завершить строительство этого самого крупного объекта в космосе. ГИГАНТСКИЕ СТРОЙКИ Международная космическая станция весит более 180 тонн и совершает оборот вокруг Земли за 92 минуты. Она летит со скоростью 28 тысяч километров в час, а инженеры и астронавты из четырех стран строят уникальный научно-исследовательский центр. Лаборатория Колумбус строится в Германии. Узел номер 3 и купол обсерватории строят в Италии. А в космическом центре Кеннеди во Флориде уже почти завершено строительство японского экспериментального модуля и ферм. Шаттл. Единственное средство доставки тяжелого оборудования на Международную космическую станцию. Поэтому, если МКС предстоит расти, нужно, чтобы шаттл летал как можно чаще. Эйлин, возможно, наше долгое ожидание окончено. От имени многих миллионов людей, которые так верят в то, что мы делаем, удачи вам, летите быстрее и повеселитесь там, наверху. Благодарим вас, команду запуска и всех, кто участвует в программе. Экипаж начинает запуск. 10 секунд. Старт главных двигателей. 7, 6, 5, 3 двигателя запущены. 3, 2, 1. Старт шаттла «Дискавери». Начало нового путешествия Америки к Луне, Марсу и дальше. Командир Эйлин Коллинз подтверждает, что «Дискавери» вышел на курс к точке встречи с космической станцией на орбите. Они готовы к тому, что пара твердотопливных ракет выгорит и будет сброшена. «Дискавери» отстреливает внешний топливный бак. Пункт назначения шаттла — Международная космическая станция. Члены команды запуска здесь, на Земле, счастливо улыбаются, потому что Соединенные Штаты снова запускают экипажи в космос. Поставка оборудования и ноу-хау для строительства МКС — это задача всемирной сети ученых и специалистов по космическим полетам. Некоторые из них посвятили всю свою карьеру тому, чтобы Международная космическая станция стала реальностью. Объединенные усилия людей, вложенные сегодня в строительство, запуск и монтаж космической станции на орбите, свидетельствуют о самом крупном строительном проекте в истории. Но все свелось вот к чему. Смогут ли они благополучно доставить оборудование и конструкции, все еще необходимые для завершения станции, в космос? И какой ценой? 1 февраля 2003 года программа «Шаттлов» потерпела катастрофическую неудачу. Говорит Колумбия. Да, сила тяжести растет. Я отпустил карточку, и она падает. Это поразительно. Здесь становится очень светло. Колумбия, говорит Хьюстон. Мы видим ваши данные по давлению. И не поняли вашего последнего... Связь с Колумбией была потеряна примерно в 8 часов утра, около 10 минут назад. Руководитель полета Лерой Кейн сейчас дает указания диспетчерам достать инструкции для непредвиденных обстоятельств и следовать им. После трагедии флот «Шаттлов» на неопределенное время прекратил полеты, и судьба Международной космической станции повисла на волоске. Чтобы пробовать снова летать на шаттлах после катастрофы, после того, как погибли люди, для этого требуется не только совместная работа очень многих людей, но еще и большое мужество. После запуска, который казался хрестоматийным, руководители полета столкнулись с пугающей реальностью. От топливного бака оторвалась пенопластовая изоляция. Никто не знает размеров повреждения и того, сможет ли экипаж благополучно вернуться домой. Гигантские стройки. Гигантские стройки. Июль 2005 года. Земля ждет, а НАСА готовится установить повреждения шаттла. На чаше весов само будущее Международной космической станции. Космическое оборудование на миллиарды долларов ожидает на Земле отправки в космос. Оттава, Канада. Кэти, дорогая, папочке нужно позвонить. Можешь немного потише? Думаю, если они не могут приземлиться во Флориде, они сядут в Калифорнии. Иэн Кристи и его команда на фирме Нептек разработали метод лазерного сканирования для обнаружения места повреждения на нижней части корпуса космического шаттла Дискавери. Они только что вернулись из Хьюстона, где проводили важное обследование шаттла на орбите. Это первый из примерно 9-минутных циклов осмотра с помощью дистанционного лазерного блока формирования изображений, который представляет собой инфракрасную камеру. Они должны убедиться, что вчера, во время 8,5 минут полета к орбите, Нос Дискавери не получил никаких повреждений. Готов держать пари, что есть группа руководителей и обслуживания полета, которые были бы рады получить трехмерные данные и не уверены, состоится ли следующий полет, если они их не получат. Повреждения носового обтекателя установлены данными лазерной камеры, так что в этой части их тревога получила подтверждение. Нам не пришлось долго думать, как получить эти данные. Я хочу сказать, что в следующем полете, усвоив этот урок, мы примем меры против непредвиденных обстоятельств. Правда? Да. Когда надо будет осмотреть плитки, будут пользоваться лазерной системой контроля. Лазерная камера Нептек прикреплена к руке шаттла, которая перемещает ее вокруг поврежденного летательного аппарата. Сканирование прошло успешно, и местонахождение повреждений на шаттле было установлено. Команда обнаружила, что некоторые из панелей термоизоляции, которые защищают шаттл от перегрева во время входа в атмосферу, оторвались при запуске. Монреаль, Канада. Канадское космическое агентство Для меня это странно, потому что я работал с Иеном Кристи более 10 лет. Он поддерживал меня в моем первом полете. И те ранние идеи лазеров и камер, которые нам были так нужны, теперь получили развитие и сделали возможным полет дискавери. И эти парни должны очень гордиться своими творческими возможностями, своими изобретениями. Крис Хэтфилд все знает о работе механических манипуляторов. В качестве главного робототехника среди астронавтов НАСА он отвечает за старшего брата среди манипуляторов шаттла, Канадарм-2. Эта рука постоянно прикреплена к космической станции и весит 1800 килограммов. Ее длина 17,5 метров, и она способна перемещать грузы весом более 100 тонн. Когда основные компоненты конструкции станции доставят в космос, то именно руке Канадарм-2 предстоит установить их на место. Эта работа требует тщательной подготовки и репетиций. После того, как ты его захватишь, а рука шаттла его отпустит, мы совершим поворот, вот так. А затем мы поднимем его вверх, и мы, правильнее сказать ты, соединишь его со станцией. Хорошо. Итак, он все еще будет в захвате номер 3, а другой конец будет внизу, на руке, так что Канадарм вполне сможет его достать. Да, на пределе. У нас там будут в космосе астронавты для осуществления наведения? На этот раз нет. Ладно. Значит, полагаемся только на роботов. Хорошо. По-моему, люди не понимают, что хотя они находятся в условиях слабой гравитации, вещи все же имеют массу, и чтобы переместить предмет, все равно приходится прикладывать силу, и в то же время, чтобы его остановить, требуется большое количество силы, и люди просто не могут этого сделать. Да, сдвинуть с места массу в 20 тонн и перемещать ее, это все равно, что толкать парусное судно, стоящее у дока. Хотя оно огромное, его можно сдвинуть с места, но если оно начинает двигаться быстро, то может раздавить во многу о стенку дока. Пока Шаттл Дискавери ожидает ремонта, на Земле продолжается работа по завершению строительства главных компонентов и подготовке их к отправке. Алан Тиркеттл – это человек, который координирует различные проекты из своего дома в Нидерландах. Он отвечает за работу над модулем «Колумбус» в Германии, узлом номер 3 в Италии и куполом обсерватории в космическом центре Кеннеди. В Нидерландах он также руководит конструированием автоматического транспортного корабля, который создает Европейское космическое агентство. Это беспилотный грузовик, который в дальнейшем будет снабжать Международную космическую станцию и астронавтов, живущих на ней, всем необходимым для жизни в космосе. Это автоматический транспортный корабль, который будет летать к станции и доставить для вас большую часть из 20 тонн припасов. Это самый сложный из всех космических кораблей, когда-либо построенных в Европе. На нем миллион всяких линий связей, всевозможные подсистемы. Он нечто среднее между пилотируемым кораблем и спутником. Это очень сложный летательный аппарат. Может быть, он и сложный, но на противоположном берегу Атлантики, в космическом центре Кеннеди, возникли свои сложности. Пространство. У них его мало. Пока мы не начали запускать на орбиту оборудование и убирать его из здания, пространство на полу стало настоящим дефицитом. А когда нам об этом объявят, и мы будем знать, что ферма отправится в космос, и здание начнет пустеть, тогда мы составим лучший план, как разместить герметичный отсек и другие внешние модули. Оборудование на миллиарды долларов стоит и ждет решения по шаттлу. Оно стоит на полу верхнего дока в космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Предприятие «Оленя» в Турине, Италия. А это космическое транспортное подразделение в Бремене, Германия. Модуль «Колумбус» — это 10 полезных нагрузок. Лаборатория длиной в 4,5 метра, где после завершения работ астронавты смогут проводить тысячи экспериментов в невесомости. Но существует большая проблема. Кабели, присланные из Соединенных Штатов, несовместимы с немецкими разъемами, что вызвало длительную задержку. Турин, Италия. Узел номер 3 предназначен для размещения систем жизнеобеспечения МКС. Он также обеспечит ценные дополнительные стыковочные доки для новых конструкций, имеющие большое значение для роста МКС. Но, как и модуль «Колумбус», он никуда не полетит, пока работа здесь не будет завершена. Как сегодня насчет плана, Дарью? Ну, у нас в основном две задачи. Первая – проверить проблему, которую мы обнаружили вчера. На рулевой балке? Да, на рулевой балке. А потом мы продолжим установку клапана. Это означает, что дополнительная смена закончила установку руки. Да, и там не было никаких проблем. И все же сегодня мы продолжаем работу в две смены. Да, вторая смена опять занимается подгонкой. И третья тоже. Надеюсь, когда мы решим эту задачу на рулевой балке, мы снова вернемся в свою колею. Что очень хорошо. Правильно. В Италии команда «Узла номер 3» снова в графике. Но в Германии команда модуля «Колумбус» ощущает давление. Руководитель системы техников Рудигер Кледзик и менеджер проекта Гюнтер Брандт отстали от графика. Организовано совещание по телефону, чтобы Бернардо Патти, менеджер проекта «Колумбус» от Европейского космического агентства, мог получить ответы на некоторые вопросы. У нас было 9 недель задержки для новой сборки «Колумбуса». И мы попросили еще 2 недели отсрочки на случай неудачи. Это всего 11 полных недель. И если эти уроки не прошли даром, то больше задержек быть не должно. Если мы не усвоили этот урок, не научились контролировать эти открытые работы, то попросим еще отсрочки. И, как я понимаю, «Шаттл» пока не будет летать. Я многое понимаю, но мне все равно. Вы знаете, чего мы хотим? Какова наша политика? Да, Бернардо, я согласен с вами. Все время «да», но это ни о чем не говорит. В данный момент Пауло сидит над списком и нынешним графиком, чтобы посмотреть, как можно вставить в график эти работы. Мыс «Канаверал», Флорида, США. Когда «Шаттл» возобновит регулярные полеты, одним из первых блоков оборудования на космическую станцию отправится ферменная конструкция из 300 объединенных частей. Эта основа для МКС будет держать солнечные панели площадью в 4000 квадратных метров. Они будут снабжать обитателей станции мощностью в 110 киловатт. Внешняя платформа «Склад» наполнена оборудованием, которое будет установлено на станции во время будущих монтажных полетов «Шаттла», когда крупные компоненты ферменных конструкций будут доставлены на станцию для увеличения электрической оснащенности станции и для подготовки сцены для стыковки других международных модулей, таких как Европейская научная лаборатория «Колумбус» и японский модуль «Кибо». Менеджеры компании «Боинг» Дэвид Бетти и Чарльз Хардисон руководят последними монтажными работами по подготовке компонентов космической станции к транспортировке в космическом центре «Кеннеди». Линия 42 перемещает ферму «С-5», чтобы установить опытные подшипники. Под руководством управляющего Джима Дэниеля бригада с помощью 12-тонного крана поднимет груз более полутора тонн, чтобы вставить на место новый подшипник. Это тонкая задача, которая требует точности, внимания и много рабочей силы. Это важная модификация, которая позволит присоединить к ферме больше экспериментальных блоков. Этот полезный груз весом свыше полутора тонн мы собираемся прикрепить к крюку, но не будем заниматься никакой метрологией. Наша цель просто поднять этот груз на 30 сантиметров. Мы установим подшипники скольжения, они пойдут на южную сторону полезной нагрузки. Мы проверим шаровую опору, очистим опоры, опустим на место, завинтим колпачки и восстановим уплотнитель. Да, давайте осторожно поднимать груз. Поднимайте, увеличить до двух. Поднимайте, медленнее, до четырех. Так как бригады на Земле работают в три смены, чтобы подготовить оборудование к отправке в космос, огромную важность приобретает ремонт Discovery. Хьюстон, хотите, чтобы мы поднажали? Или можно не торопиться? Вам решать. Но работа и жизнь в космосе диктуют свои правила. В космосе с человеческим телом что-то происходит, как на испытательном тренажере со сверхускорениями. Твои кости деминерализуются, словно ты вдруг превратился в 75-летнего старика, постарел, будто в эпизоде «Звездных войн», где мои кости внезапно разрушаются и развивается остеопороз. Это происходит в космосе. И мы не понимаем, почему. И когда я возвращаюсь, происходит обратный процесс. Мы пока не понимаем этого механизма. Существует замечательная лаборатория, где можно изучать людей и тех животных, которых мы берем с собой. И, возможно, мы разгадаем причины остеопороза, и как его лечить, и как запустить этот процесс обратно. В космосе все это можно сделать и провести фундаментальные исследования, которые совершенно невозможно проводить на поверхности Земли. По приказу президента Соединенных Штатов, полеты шаттлов будут прекращены в 2010 году. И их заменят беспилотные корабли, такие, как этот автоматизированный транспортный корабль. Это хорошо проверенная система стыковки, которую русские много лет использовали для Союза и Прогресса. Очень надежная, хорошая, прочная система. И мы очень рады, что ее применили на нашем транспортном корабле. А вот конец полета. Транспортный корабль возвращается к Земле. Он полностью сгорает в атмосфере. Да, весь мусор, который вы произвели на орбите, грузят на этот корабль, и мы спускаем его и сжигаем. Так что станция не переполняется мусором. Значит, следующий проект — это создание такого корабля, который не сгорает и может вернуть меня обратно на Землю. Космический аппарат, который дольше всех служил человеку на орбите, это Союз. Три, два, один. Зажигание, зажигание и старт. Старт ракеты Союз, который начинает новую экспедицию на Международную космическую станцию, чтобы подготовить ее к постоянному пребыванию человека в космосе. После катастрофы шаттла Колумбия в 2003 году единственным связующим звеном между Землей и космической станцией стали русские ракеты «Союз». Готов к контакту. Есть контакт. Задачей Союза было доставлять сменные экипажи. Он также служил аварийным спасательным судном для обитателей космической станции и улетал на Землю только тогда, когда прилетал другой ему на смену. Партнером Союза является беспилотный грузовой космический корабль «Прогресс». В последние два с половиной года корабли «Прогресс» доставляли все жизненно необходимые припасы на изолированную космическую станцию. Единственное, чего он не может делать, это доставить узлы и модули, необходимые для завершения строительства МКС. Это может сделать только шаттл НАСА. Пока международные партнеры во всем мире спешат подготовить важное оборудование для космической станции, астронавты Стив Робинсон и Суичи Ногучи отправились на просторы космоса, чтобы приступить к выполнению важной задачи — лично оценить повреждения шаттла «Дискавери». Вот и мы. Похоже, крышка уже открыта. Там уже кто-то есть? Гигантские стройки Гигантские стройки Август 2005 года. На чаше весов будущее Международной космической станции. Космические агентства во всем мире не уверены, попадет ли когда-либо их оборудование в космос. Место повреждений «Дискавери» установлено, и теперь астронавтам Стиву Робинсону и Суичи Ногучи предстоит выполнить жизненно необходимые ремонтные работы. Хорошо виден Суичи Ногучи на конце манипулятора «Канадарм-2», которым управляет Уэнди Лоренс. Она подводит его к новенькому контрольному гироскопу у задней переборки грузового отсека «Дискавери». Пока Стив Робинсон и Суичи Ногучи работают в темноте необъятного космоса, их товарищи, астронавты Томас Райтер и Дэн Тани, тренируются в бассейне лаборатории нейтральной плавучести. Чтобы наполнить этот бассейн длиной 60 метров и глубиной 12, требуется более месяца. В нем находятся полномасштабные макеты компонентов космической станции. Здесь созданы условия, настолько близкие к космосу, насколько это возможно на Земле. Он также дает астронавтам возможность потренировать и отрепетировать сложные задачи по обслуживанию станции на ее копии, погруженной в 22 тысячи кубометров воды. Доброе утро! Сегодня мы проводим тренировку членов экипажа команды 13 Томас Райтера и Дэна Тани по отработке задания номер один в открытом космосе, чтобы познакомить их с этим заданием. Основной упор сделан на то, чтобы они привыкли к соединительным шлангам, а если они получат еще какой-то опыт сверх этого, это будет подливка к основному блюду. Можно мне установить питьевой клапан прямо посередине? Теперь он попадает прямо под сам клапан. Он далеко в стороне, но я могу до него добраться. А если вы его уберете назад... Помнишь, я хотел взять с собой очки для мелких... Нет, мое зрение не ухудшилось. Это руки стали слишком короткими. короче? Да, именно так. Астронавт Дэн Тани тренируется вместе с ветераном Томасом Райтером. Томас по плану станет одним из следующих астронавтов, которым предстоит жить и работать на космической станции. На каждый час выхода в космос астронавтам необходимо провести семь часов в бассейне в Хьюстоне. Доброе утро. Я руководитель испытаний сегодня утром. Телекамера 2, дублируйте съемку. Дэн и Томас, я хотел бы вам сегодня еще раз напомнить, чтобы вы пользовались тросом для спуска и начинайте прочищать уши с самого начала и почаще. Когда повернете на 90 градусов, можете вставить шпильку в манипулятор. Крис, посмотрите в окно лаборатории. Эй, парни, мы получаем потрясающие кадры, глядя на вас из окна лаборатории. Но еще мы видим отражение всех облаков, которые проплывают и отражаются в окне лаборатории. Знаете, большая разница между космосом и работой под водой в тренировочном бассейне. Она заключается в том, что даже когда вы плаваете в воде, вы все равно ощущаете притяжение Земли и вес скафандра. Но когда вы попадаете в космос, вы ничего не весите. И скафандр тоже. Вы действительно парите, как шарик пинг-понга в клетке внутри вашего космического скафандра. Это такое странное ощущение. Амстердам, Нидерланды. У Алана Тиркеттла две срочных проблемы. Большая задержка с лабораторией Колумбус, Европейского космического агентства, которую собирают в Бремене, в Германии. И у него дома, в Нидерландах, предстоят решающие испытания раскрытия солнечных панелей автоматического транспортного корабля. Джефф, тебе придется сегодня утром руководить испытаниями солнечных батарей, так как у меня в 10.30 встреча с Даниэль. Я не знаю, успею ли, но действуйте без меня. При необходимости я приеду к вам, как только смогу. Испытания на транспортном корабле стоимостью в миллиард долларов должны доказать, что панели солнечных батарей раскрываются должным образом. Система шарниров кронштейна вызывала серьезную озабоченность. Эксперты из Германии и Франции прилетели для совместной работы с голландской командой. Панели солнечных батарей будут снабжать энергией автоматический транспортный корабль во время его полета по доставке оборудования на космическую станцию. Вы слышали, что следующий полет шаттла предполагают отложить до марта? До марта следующего года? Да. Это создаст для нас проблемы, потому что мы все больше отстаем с Колумбусом и теми узлами, которые должны запустить в космос. И ученые немного огорчены, что их работа идет не так, как им бы хотелось. Я очень надеюсь, что НАСА сможет решить все проблемы и снова отправить шаттл в космос, потому что это крайне необходимо. Чем дольше он на Земле, тем больше необходим автоматический транспортный корабль. И его ждут ученые всего мира. Ждут запуска сложные научно-исследовательские модули, такие как японский экспериментальный модуль. Это единственная, самая совершенная лаборатория, предназначенная для космоса. Основной элемент ее конструкции открытая палуба весом более 4 тонн. Здесь можно будет проводить эксперименты в вакууме при помощи 12-метровой руки робота, управляемого астронавтами. Ее назвали Кибо, что по-японски значит надежда. Надежда на то, что после 10 лет разработок и 2 лет пребывания в НАСА, она, наконец, займет свое место в космосе. И если все пройдет хорошо, на ней разместится модуль Колумбус. В Германии продолжаются дискуссии по поводу несоответствия американских и европейских размеров. Оно сильно затормозило работу над Колумбусом. Мы можем зажать кабели американского размера в наших разъемах европейского размера. Правильно. Хотя они все имеют один и тот же средний размер. По спецификации они одинаковые, но для допуск так велик, что нам пришлось придумывать, как закрепить их в разъеме. И мы это делаем, вставляя тонкие провода, чтобы заполнить ими разъем, а потом зажимаем. Итак, завтра на нашем сеансе связи у нас будет, что сказать, Европейскому космическому агентству? Я думаю, да. Объясним нашу задержку? Да. И теперь мы можем приступить к испытаниям, предусмотренным здесь? Да. Но с другой стороны, мы не можем пойти на компромисс по качеству, поэтому нам нужно все до конца уладить. Я вам уже говорил, что мы проведем испытания такого зажима, и если они не дадут положительного результата, мы не можем это принять. Конечно. Завтра мы им это скажем. Проблема решена. Мы ее решили, и нам жаль, что произошла задержка. Но из-за чего? Что мы им скажем? Что мы получили материал, который в несколько раз отличается от спецификации, и в этом проблема. Черт, почему они не могут придерживаться стандартов? Да, почему они не могут придерживаться стандартов? Когда-нибудь нам придется научить американцев, как это делать. В Америке, в космическом центре Кеннеди, работа по установке подшипника в ферму почти закончена. Вниз, медленно, до четырех. Хорошо, если оба ваших хомута ослабели, пожалуйста, закрепите их снова. Лили, ты сказал, он весит полторы тонны. Тысячу шестьсот килограммов. Понял. Тысячу шестьсот. И мы должны заняться еще одним важным делом сегодня. Поднять грузовой элемент С-5, чтобы поставить на него разъемный подшипник. На следующей неделе приедет группа поставщиков, чтобы начать работу над П-5 и С-5. И нам нужно предварительно провести работу над С-5, чтобы поставить разъемный подшипник. Уже должны были начать подъем. Да, нам надо понаблюдать за ним на мониторе. Давайте посмотрим. Думаю, это 47. Вот администратор по работе с шаттлом. Сегодня мы просто поднимем его вверх, чтобы вставить этот разъемный подшипник. Когда установят это устройство внутри шаровой опоры, она станет шире, и мы сможем снять подшипник. Хорошо, заканчивайте. Сегодня работа прошла успешно. Вот так. А потом нам надо двигаться очень медленно. Пока Международная космическая станция продолжает свой путь длиной в 250 миллионов километров в год, иногда даже несколько шагов на Земле могут оказаться трудными. Автоматический транспортный корабль перемещают для проведения испытаний. Держите ножной привод в готовности. Стоп! Чтобы начать этот этап, почти 150 международных специалистов по космосу проанализировали более 50 тысяч страниц технической документации перед тем, как проект был одобрен. Ладно, мы закончили проверку. Все в порядке. Хорошо, спасибо. Тем временем в Германии руководителя программы Колумбус Гюнтера Бранте вызвали на совещание по телефону с Алланом Тиркетлом. Добрый день, Аллан. Добрый день, Гюнтер. Я только хотел рассказать вам о проблемах, которые у нас возникли с производством кабелей. Я уже упоминал, что имелось досадное несоответствие между американскими размерами кабелей и европейскими разъемами. Мы провели тестирование и все прочее, так что теперь процесс налажен, и мы продолжаем соединять провода. Вчера проверили состояние дел и, думаю, теперь можем назначить день испытаний на 14-е. Меня не столько беспокоят причины этой задержки, Гюнтер, как отставание от всего графика. Мы хотим быть уверены, что закончим всю работу по оборудованию к концу этого года. И мне от вас нужно получить подтверждение, что ваша работа поможет нам этого добиться. В Италии случилась еще одна задержка. Работа над узлом номер 5 остановилась, когда отклеилась лента, закрепляющая изоляцию на нагревателе. Такое простое происшествие на Земле может привести к катастрофе на орбите. Если она отклеится, это может быть опасно для людей внутри, потому что, вы знаете, эти нагреватели очень важны для работы узла, особенно, когда узел не снабжается энергией на орбите во время перемещения от шаттла к станции. Они должны не допустить охлаждения и конденсации. На следующий день им нужно установить важный клапан для стабилизации давления между шаттлом и узлом номер 3. Этот клапан позволяет установить одинаковое давление до открытия двери внутрь и наружу. И еще ему придется менять само давление, потому что у нас есть линия входа и выхода. Тогда они могут открыть люк и получить доступ в шаттл. Кроме необходимости спешить, чтобы вовремя закончить различные узлы и модули, перед командой также стоит трудная задача координации работы и транспортировки материалов для проектов по разные стороны от границ. Кое-что здесь имеет большую ценность. Это метод работы, когда нужно провести сборку, а потом доставить все это назад в регуляции. Я понимаю, о чем вы говорите и согласен, что это ваша работа, но я не специалист по импорту и экспорту и не знаю, сколько законов я должен обойти или нарушить. Если мы изменим кое-что, то для нас это нелегко, так как нам придется снова обращаться в правительственную организацию. МКС, летящая в ледяном космосе, нуждается в защите от стихий. В космическом центре Кеннеди швейная команда сшивает теплозащитные чехлы, которыми накроет каждый элемент конструкции. Многие чехлы нуждались в модификации. Они не хотели потом их снимать. Они хотели оставить их на станции, поэтому нам пришлось подниматься туда и подгонять эти чехлы. Вот когда пришлось много шить вручную. В 2001 году Дэн Тани и Линда Годвин закутали изолирующими чехлами чувствительные приводные двигатели солнечных батарей. Четыре года спустя Стив Робинсон собирается совершить в одиночку самый важный в истории НАСА выход в космос. Он определит местонахождение повреждения и попытается удалить оторвавшийся во время запуска наполнитель между плитками Discovery. Да, если видеть то, что видит сейчас Стив, нужно тряхнуть головой и сосредоточиться на своей работе, потому что этот вид полностью поглощает внимание. он просто ошеломляет. Это самое прекрасное, что ты видел в жизни, словно Ниагара постоянно льется тебе на голову, но ты каким-то образом должен отвлечься и сосредоточиться на ремонте шаттла. Есть ли тренировки, обучающие как сосредоточиться на задаче, а не на проплывающей мимо земле? Это был для меня самый большой сюрприз. В бассейне я должен был сосредоточиться на технической стороне дела, но когда я вышел в космос, я просто вынужден был на минуту остановиться и полюбоваться планетой. Я просто смотрел на нее. Невозможно игнорировать красоту того, что происходит вокруг тебя. Важно, чтобы человек, управляющий роботом-манипулятором, очень спокойно и плавно подводил и уводил его, иначе в этой руке возникает вибрация. Правильно, никому не захочется отскакивать от корпуса шаттла как мяч. Да, особенно если на конце руки находится человек, который сам может вызвать в ней вибрацию, поэтому очень важно, чтобы ею управляла твердая рука оператора, как червяк на крючке. Стив Робинсон удалил отошедший кусок изоляции между плитками на нижней части шаттла, и ко всеобщему облегчению это оказалось несложной процедурой. Тормозные двигатели включены, можете действовать. Хорошо, я понял, я тяну, он отходит очень легко, прекрасно, очень хорошо. Ладно, Стив, возвращайтесь. Значит, они думают над тем, что могло вызвать отрыв этой штуки. Это большая загадка. Почему изоляция отошла? Плиток тысячи. Как случилось, что только две из них оторвались, и когда Стив протянул руку и ухватил их во время выхода в космос, наполнитель просто выскользнул наружу, словно письмо из конверта, и мы не знаем, почему он оторвался. Большой вопрос, смогли бы мы благополучно вернуться в плотные слои атмосферы, или нет, если бы эти штуки так и торчали из брюха. Вероятно, все бы обошлось, но после Колумбии одной вероятности мало. Стив ведущий гитарист группы, в которой я играю, поэтому я доверил его искусственным пальцем выдернуть его оттуда. В его исполнении это показалось таким простым. Да, это действительно оказалось просто огромное облегчение для всех, потому что, если бы это оказалось сложным, и ему пришлось бы его отпиливать или еще что-то, это было бы гораздо менее элегантно. Но он показал, что после огромной работы планирования на земле можно сделать очень простым то, что раньше было невозможно. Когда помеха устранена, НАСА дает добро на возвращение домой. Космический полет так важен для строительства нашей космической станции. И знаете, мы мечтаем о новом полете на Луну и на Марс. То, что мы здесь делаем, того стоит. И мы знаем, что есть риск, но если мы не будем пытаться, то никогда не сможем одолеть этот риск. Гигантские стройки. Стив Робинсон успешно удалил поврежденную плитку и Центр управления полетом дал шаттлу зеленый свет на обратный путь к земле. Станция у нас физическое отделение. Двухнедельное путешествие длиной в 9 миллионов 300 тысяч километров почти закончено. НАСА и его партнеры за рубежом надеялись лишь на то, что оно пройдет благополучно, чтобы снова вернуть программу космической станции в прежнюю колею. Шасси выпущено и закреплено. Дискавери вернулся домой. Теперь, когда шаттл благополучно вернулся домой, речь уже идет о будущем. О будущем Международной космической станции. Фрэнк, есть еще одно, что я хотел вам показать. Это маленький элемент под названием купол. Это единственная часть станции, специально спроектированная для астронавтов. Очень хорошо. Другие отсеки предназначены для ученых и для размещения всех этих сложных систем и остального. Но купол специально для астронавтов. Это ваше окно, выходящее на планету. Эта часть станции предназначена исключительно для астронавтов, чтобы вы могли видеть матушку Землю. По-моему, мы также будем управлять из купола манипулятором роботом. Да, пульт управления роботом будет размещен здесь. И интерьер тоже будет очень приятным для глаз. Это правда. У него дизайн, как у Феррари, но по цене Форда. Или, возможно, как у Форда, но по цене Феррари. Мой папа работал на Аполлоне. Он был инспектором. Проверял модуль и все остальное. Когда мы делали Аполлон, нам всем было по 25-28 лет. Стрижки ежиком, никаких бородок, очень старательные. Все было по-другому, знаете ли. Хороший сегодня был денек. А? Да. Больше я ничего не могу сказать. Типичный день, но все прошло хорошо и мы стараемся, чтобы таким был каждый день. Да, правильно. У нас много приятных воспоминаний и много большой работы там, на станции, наверху. Каждый раз, когда я вижу ее, когда она пролетает по небу, я люблю выйти рано утром из дома и наблюдать, как она пролетает над головой, зная, что там часть и моего труда. я думаю, мы можем гордиться. Я думаю, опыт ЦУПа действительно полезен. Они использовали наш опыт, чтобы узнать больше о Шаттле. Это был важный вклад, и он сыграл свою роль. Мы сядем с теми, кто построил данный аппарат, и с теми, кто будет на нем летать, и выпьем бутылку до дна. Вы находитесь в действительно международной части Международной космической станции. Американский пульт управления роботом внутри европейского купола, который управляет канадской рукой, и одна из задач этой руки принять японский транспортный корабль, который также будет доставлять материалы на станцию. Это очень хорошее сочетание многих культур, правда? Несомненно. Мы еще на такой ранней стадии исследования космоса. Люди принимают это как само собой разумеющееся, но за всю историю американской космической программы было всего 145 запусков с людьми на борту. 145! Мы только начинаем что-то понимать, и все же люди думают, что это уже зрелость. Но то, что мы делаем в космосе, это только первые шаги, только попытка понять, что правильно, а что нет. Это работает? О, это не работает. Мы этого не делаем. Когда строишь космический корабль или космическую станцию, если мы хотим полететь еще дальше в космос, мы должны создать такое место, где будут испытываться все эти вещи. А без такого места остается только когда мы покинем Землю. ...между пилотируемым кораблем и спутником. Это очень сложные летательный аппарат. Может быть, он и сложный, но на противоположном берегу Атлантики в космическом центре Кеннеди возникли свои сложности. Пространство. У них его мало. Пока мы не начали запускать на орбиту оборудование и убирать его из здания, пространство на полу стало настоящим дефицитом. А когда нам об этом объявят, и мы будем знать, что фермы отправятся в космос, и здание начнет пустеть, тогда мы составим лучший план, как разместить герметичный отсек и другие внешние модули. Оборудование на миллиарды долларов стоит и ждет решения по шаттлу. Оно стоит на полу верхнего дока в космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Предприятие «Оленя» в Турине, Италия. А это космическое транспортное подразделение в Бремене, Германия. Модуль «Колумбус» — это 10 полезных нагрузок. Лаборатория длиной в 4,5 метра, где после завершения работ астронавты смогут проводить тысячи экспериментов в невесомости. Но существует большая проблема. Кабели, присланные из Соединенных Штатов, несовместимы с немецкими разъемами, что вызвало длительную задержку. Турин, Италия. Узел номер 3 предназначен для размещения систем жизнеобеспечения МКС. Он также обеспечит ценные дополнительные стыковочные доки для новых конструкций, имеющие большое значение для роста МКС. Но, как и модуль «Колумбус», он никуда не полетит, пока работа здесь не будет завершена. Как сегодня насчет плана, Дарьо? Ну, у нас в основном две задачи. Первая – проверить проблему, которую мы обнаружили вчера. На рулевой балке? Да, на рулевой балке. А потом мы продолжим установку клапана. Это означает, что дополнительная смена закончила установку руки. Да, и там не было никаких проблем. И все же сегодня мы продолжаем работу в две смены. Да, вторая смена опять занимается подгонкой. И третья тоже. Надеюсь, когда мы решим эту задачу на рулевой балке, мы снова вернемся в свою колею, что очень хорошо. Правильно. В Италии команда «Узла номер 3» снова в графике. Но в Германии команда модуля «Колумбус» ощущает давление. Руководитель системы техников Рудигер Кледзик и менеджер проекта Гюнтер Брандт отстали от графика. Организовано совещание по телефону, чтобы Бернардо Патти, менеджер проекта «Колумбус» от Европейского космического агентства, мог получить ответы на некоторые вопросы. У нас было 9 недель задержки для новой сборки «Колумбуса». И мы попросили еще 2 недели от срочки на случай неудачи. Это всего 11 полных недель. И если эти уроки не прошли контроля. Лазерная камера «Нептек» прикреплена к руке шаттла, которая перемещает ее вокруг поврежденного летательного аппарата. Сканирование прошло успешно, и местонахождение повреждений на шаттле было установлено. Команда обнаружила, что некоторые из панелей термоизоляции, которые защищают шаттл от перегрева, во время входа в атмосферу, оторвались при запуске. Монреаль, Канада. Канадское космическое агентство. Для меня это странно, потому что я работал с Иеном Кристи более 10 лет. Он поддерживал меня в моем первом полете. И те ранние идеи лазеров и камер, которые нам были так нужны, теперь получили развитие и сделали возможным полет Discovery. И эти парни должны очень гордиться своими творческими возможностями, своими изобретениями. Крис Хэтфилд все знает о работе механических манипуляторов. В качестве главного робототехника среди астронавтов НАСА он отвечает за старшего брата среди манипуляторов шаттла Канадарм-2. Эта рука постоянно прикреплена к космической станции и весит 1800 килограммов. Ее длина 17,5 метров, и она способна перемещать грузы весом более 100 тонн. Когда основные компоненты конструкции станции доставят в космос, то именно руке Канадарм-2 предстоит установить их на место. Эта работа требует тщательной подготовки и репетиций. После того, как ты его захватишь, а рука шаттла его отпустит, мы совершим поворот. Вот так. А затем мы поднимем его вверх, и мы, правильнее сказать ты, соединишь его со станцией. Хорошо. Итак, он все еще будет в захвате номер 3, а другой конец будет внизу, на руке, так что Канадарм вполне сможет его достать. Да, на пределе. У нас там будут в космосе астронавты для осуществления наведения? На этот раз нет. Ладно. Значит, полагаемся только на роботов. Хорошо. По-моему, люди не понимают, что хотя они находятся в условиях слабой гравитации, вещи все же имеют массу. И чтобы переместить предмет, все равно приходится прикладывать силу, и в то же время, чтобы его остановить, требуется большое количество силы, и люди просто не могут этого сделать. Да, сдвинуть с места массу в 20 тонн и перемещать ее, это все равно, что толкать парусное судно, стоящее у дока. Хотя оно огромное, его можно сдвинуть с места, но если оно начинает двигаться быстро, то может раздавить вам ногу, а стенку дока. Пока Шаттл Дискавери ожидает ремонта, на Земле продолжается работа по завершению строительства главных компонентов и подготовке их к отправке. Алан Тиркеттл – это человек, который координирует различные проекты из своего дома в Нидерландах. Он отвечает за работу над модулем «Колумбус» в Германии, узлом номер 3 в Италии и куполом обсерватории в космическом центре Кеннеди. В Нидерландах он также руководит конструированием автоматического транспортного корабля, который создает Европейское космическое агентство. Это беспилотный грузовик, который в дальнейшем будет снабжать Международную космическую станцию и астронавтов, живущих на ней, всем необходимым для жизни в космосе. Это автоматический транспортный корабль, который будет летать к станции и доставить для вас большую часть из 20 тонн припасов. Это самый сложный из всех космических кораблей, когда-либо построенных в Европе. На нем миллион всяких линий связей, всевозможные подсистемы. Он нечто среднее. Международная космическая станция всего в 400 километрах над Землей это аванпост человека в космосе. Если мы хотим когда-нибудь совершить полет дальше Луны, то это искусственное сооружение нам поможет. 16 стран мира объединили усилия по созданию элементов, необходимых для завершения строительства этого аванпоста. Одним из самых важных моментов в истории космической станции это то, что все страны впервые объединили свои усилия, чтобы надолго покинуть Землю. Вы находитесь в поистине международной части Международной космической станции. Это американская рабочая станция для управления роботом внутри европейского купола, который управляет канадским манипулятором. Одна из задач этого манипулятора подцепить японский транспортный корабль, который доставит на станцию материалы. По оценкам, в строительство уже вложено 60 миллиардов долларов, но оно отстает от графика и бригады работают круглосуточно, чтобы подготовить основные компоненты космической станции к запуску в космос. Только если шаттл НАСА будет регулярно совершать полеты, станет возможным завершить строительство этого самого крупного объекта в космосе. Гигантские стройки Международная космическая станция весит более 180 тонн и совершает оборот вокруг Земли за 92 минуты. Она летит со скоростью 28 тысяч километров в час, а инженеры и астронавты из четырех стран строят уникальный научно-исследовательский центр. Лаборатория Колумбус строится в Германии. Узел номер 3 и купол обсерватории строят в Италии, а в космическом центре Кеннеди во Флориде уже почти завершено строительство японского экспериментального модуля и ферм. Шаттл Шаттл — единственное средство доставки тяжелого оборудования на Международную космическую станцию. Поэтому, если МКС предстоит расти, нужно, чтобы Шаттл летал как можно чаще. Эйлин, возможно, наше долгое ожидание окончено. От имени многих миллионов людей, которые так верят в то, что мы делаем, удачи вам! Летите быстрее и повеселитесь там, наверху. Благодарим вас, команду запуска и всех, кто участвует в программе. Экипаж начинает запуск. 10 секунд. Старт главных двигателей. 7, 6, 5, 3 двигателя запущены. 3, 2, 1. Старт шаттла Discovery. Начало нового путешествия Америки к Луне, Марсу и дальше. Командир Эйлин Коллинс подтверждает, что Discovery вышел на курс к точке встречи с космической станцией на орбите. Они готовы к тому, что пара твердотопливных ракет выгорит и будет сброшена. Discovery отстреливает внешний топливный бак. Пункт назначения шаттла Международная космическая станция. Члены команды запуска здесь, на Земле, счастливо улыбаются, потому что Соединенные Штаты снова запускают экипажи в космос. Поставка оборудования и ноу-хау для строительства МКС это задача всемирной сети ученых и специалистов по космическим полетам. Некоторые из них посвятили всю свою карьеру тому, чтобы Международная космическая станция стала реальностью. Объединенные усилия людей, вложенные сегодня в строительство, запуск и монтаж космической станции на орбите свидетельствуют о самом крупном строительном даром, то больше задержек быть не должно. Если мы не усвоили этот урок, не научились контролировать эти открытые работы, то попросим еще отсрочки. И, как я понимаю, шаттл пока не будет летать. Я многое понимаю, но мне все равно. Вы знаете, чего мы хотим? Какова наша политика? Да, Бернардо, я согласен с вами. Все время да, но это ни о чем не говорит. В данный момент Пауло сидит над списком и нынешним графиком, чтобы посмотреть, как можно вставить в график эти работы. Мыс Канаверал, Флорида, США. Когда шаттл возобновит регулярные полеты, одним из первых блоков оборудования на космическую станцию отправится ферменная конструкция из 300 объединенных частей. Эта основа для МКС будет держать солнечные панели площадью в 4000 квадратных метров. Они будут снабжать обитателей станции мощностью в 110 киловатт. Внешняя платформа склад наполнена оборудованием, которое будет установлено на станции во время будущих монтажных полетов шаттла, когда крупные компоненты ферменных конструкций будут доставлены на станцию для увеличения электрической оснащенности станции и для подготовки сцены для стыковки других международных модулей, таких как Европейская научная лаборатория Колумбус и японский модуль КИБО. Менеджеры компании Боинг Дэвид Бетти и Чарльз Хардисон руководят последними монтажными работами по подготовке компонентов космической станции к транспортировке в космическом центре Кеннеди. Линия 42 перемещает ферму С-5, чтобы установить опытные подшипники. Под руководством управляющего Джима Дэниэля бригада с помощью 12-тонного крана поднимет груз более полутора тонн, чтобы вставить на место новый подшипник. Это тонкая задача, которая требует точности, внимания и много рабочей силы. Это важная модификация, которая позволит присоединить к ферме больше экспериментальных блоков. Этот полезный груз весом свыше полутора тонн мы собираемся прикрепить крюку, но не будем заниматься никакой метрологией. Наша цель просто поднять этот груз на 30 сантиметров. Мы установим подшипники скольжения, они пойдут на южную сторону полезной нагрузки. Мы проверим шаровую опору, очистим опоры, опустим на место, завинтим колпачки и восстановим уплотнитель. Да, давайте осторожно поднимать груз. Поднимайте, увеличить до 2. Поднимайте, медленнее, до 4. так как бригады на Земле работают в 3 смены, чтобы подготовить оборудование к отправке в космос, огромную важность приобретает ремонт Discovery. Хьюстон, хотите, чтобы мы поднажали? Или можно не торопиться? Вам решать. Но работа и жизнь в космосе диктуют свои правила. В космосе с человеческим телом что-то происходит, как на испытательном тренажере со сверхускорениями. Твои кости деминерализуются, словно ты вдруг превратился в 75-летнего старика, постарел, будто в эпизоде Звездных войн, где мои кости внезапно разрушаются и развивается остеопороз. Это происходит в космосе. И мы не понимаем, почему, и когда я возвращаюсь, происходит обратный процесс. Мы пока не понимаем этого механизма. Существует замечательная лаборатория, где можно изучать людей и тех животных, которых мы берем с собой, и, возможно, в этом проекте в истории. Но все свелось вот к чему. Смогут ли они благополучно доставить оборудование и конструкции, все еще необходимые для завершения станции, в космос? И какой ценой? 1 февраля 2003 года программа шаттлов потерпела катастрофическую неудачу. Говорит Колумбия. Да, сила тяжести растет. Я отпустил карточку, и она падает. Это поразительно. Здесь становится очень светло. Колумбия, говорит Хьюстон, мы видим ваши данные по давлению и не поняли вашего последнего... Связь с Колумбией была потеряна примерно в 8 часов утра, около 10 минут назад. Руководитель полета Лерой Кейн сейчас дает указания диспетчерам достать инструкции для непредвиденных обстоятельств и следовать им. После трагедии флот шаттлов на неопределенное время прекратил полеты и судьба Международной космической станции повисла на волоске. Чтобы пробовать снова летать на шаттлах после катастрофы, после того, как погибли люди, для этого требуется не только совместная работа очень многих людей, но еще и большое мужество. После завтрашивания запуска, который казался хрестоматийным, руководители полета столкнулись с пугающей реальностью. От топливного бака оторвалась пенопластовая изоляция. Никто не знает размеров повреждения и того, сможет ли экипаж благополучно вернуться домой. Гигантские стройки. Гигантские стройки. Июль 2005 года. Земля ждет, а НАСА готовится установить повреждения шаттла. На чаше весов само будущее Международной космической станции. Космическое оборудование на миллиарды долларов ожидает на Земле отправки в космос. Оттава, Канада. Кэти, дорогая, папочке нужно позвонить. Можешь немного потише? Думаю, если они не могут приземлиться во Флориде, они сядут в Калифорнии. Иэн Кристи и его команда на фирме Нептек разработали метод лазерного сканирования для обнаружения места повреждения на нижней части корпуса космического шаттла Дискавери. Они только что вернулись из Хьюстона, где проводили важное обследование шаттла на орбите. Это первый из примерно девятиминутных циклов осмотра с помощью дистанционного лазерного блока формирования изображений, который представляет собой инфракрасную камеру. Они должны убедиться, что вчера во время восьми с половиной минут полета к орбите Нос Дискавери не получил никаких повреждений. Готов держать пари, что есть группа руководителей и обслуживания полета, которые были бы рады получить трехмерные данные и не уверены состоится ли следующий полет, если они их не получат. Повреждения носового обтекателя установлены данными лазерной камеры, так что в этой части их тревога получила подтверждение. Нам не пришлось долго думать, как получить эти данные. Я хочу сказать, что в следующем полете, усвоив этот урок, мы примем меры против непредвиденных обстоятельств. Правда? Да, когда надо будет осмотреть плитки, будут пользоваться лазерной системой. Только что вернулись из Хьюстона, где проводили важное обследование шаттла на орбите. Это первый из примерно девятиминутных циклов осмотра с помощью дистанционного лазерного блока формирования изображений, который представляет собой инфракрасную камеру. Они должны убедиться, что вчера, во время восьми с половиной минут полета к орбите, нос Discovery не получил никаких повреждений. Готов держать пари, что есть группа руководителей и обслуживания полета, которые были бы рады получить трехмерные данные и не уверены, состоится ли следующий полет, если они их не получат. Повреждения носового обтекателя установлены данными лазерной камеры, так что в этой части их тревога получила подтверждение. Нам не пришлось долго думать, как получить эти данные. Я хочу сказать, что в следующем полете, усвоив этот урок, мы примем меры против непредвиденных обстоятельств. Правда? Да, когда надо будет осмотреть плитки, будут пользоваться лазерной системой контроля. Лазерная камера NEPTEC прикреплена к руке шаттла, которая перемещает ее вокруг поврежденного летательного аппарата. Сканирование прошло успешно, и местонахождение повреждений на шаттле было установлено. Команда обнаружила, что некоторые из панелей термоизоляции, которые защищают шаттл от перегрева во время входа в атмосферу, оторвались при запуске. Монреаль, Канада. Канадское космическое агентство. Для меня это странно, потому что я работал с Иеном Кристи более 10 лет. Он поддерживал меня в моем первом полете. И те ранние идеи лазеров и камер, которые нам были так нужны, теперь получили развитие и сделали возможным полет Discovery. И эти парни должны очень гордиться своими творческими возможностями, своими изобретениями. Крис Хэтфилд все знает о работе механических манипуляторов. В качестве главного робототехника среди астронавтов НАСА он отвечает за старшего брата среди манипуляторов шаттла Канадарм-2. Эта рука постоянно прикреплена к космической станции и весит 1800 килограммов. Ее длина 17,5 метров и она нужна, чтобы шаттл летал как можно чаще. Эйлин, возможно наше долгое ожидание окончено. От имени многих миллионов людей, которые так верят в то, что мы делаем, удачи вам, летите быстрее и повеселитесь там, наверху. Благодарим вас, команду запуска и всех, кто участвует в программе. Экипаж начинает запуск. 10 секунд. Старт главных двигателей. 7, 6, 5, 3 двигателя запущены. 3, 2, 1, старт шаттла Discovery. Начало нового путешествия Америки к Луне Марсу и дальше. Командир Эйлин Коллинз подтверждает, что Discovery вышел на курс к точке встречи с космической станцией на орбите. Они готовы к тому, что пара твердотопливных ракет выгорит и будет сброшена. Discovery отстреливает внешний топливный бак. Пункт назначения шаттла Международная космическая станция. Члены команды запуска здесь, на Земле, счастливо улыбаются, потому что Соединенные Штаты снова запускают экипажи в космос. Поставка оборудования и ноу-хау для строительства МКС это задача всемирной сети ученых и специалистов по космическим полетам. Некоторые из них посвятили всю свою карьеру тому, чтобы Международная космическая станция стала реальностью. Объединенные усилия людей, вложенные сегодня в строительство, запуск и монтаж космической станции на орбите свидетельствуют о самом крупном строительном проекте в истории. Но все свелось вот к чему. Смогут ли они благополучно доставить оборудование и конструкции, все еще необходимые для завершения станции в космос? И какой ценой? 1 февраля 2003 года программа шаттлов потерпела катастрофическую неудачу. Говорит Колумбия. Да, сила тяжести растет. Я отпустил карточку и она падает. Это поразительно. Здесь становится очень светло. Колумбия говорит Хьюстон мы видим ваши данные по давлению и не поняли вашего последнего связь с Колумбией была потеряна примерно 8 часов утра около 10 минут назад. Руководитель полета Лерой Кейн сейчас дает указание диспетчерам достать инструкции для непредвиденных обстоятельств исследовать им. После трагедии флот шаттлов на неопределенное время прекратил полеты и судьба Международной космической станции повисла на волоске. Чтобы пробовать снова летать на шаттлах после катастрофы после того как погибли люди для этого требуется не только совместная работа очень многих людей но еще и большое мужество. после запуска который казался хрестоматийным руководители полета столкнулись с пугающей реальностью от топливного бака оторвалась пенопластовая изоляция никто не знает размеров повреждения и того сможет ли экипаж благополучно вернуться домой. гигантские стройки гигантские стройки июль 2005 года земля ждет а НАСА готовится установить повреждения шаттла на чаши весов само будущее международной космической станции космическое оборудование на миллиарды долларов ожидает на земле отправки в космос оттава Канада Кэти дорогая папочке нужно позвонить можешь немного потише думаю если они не могут приземлиться во Флориде они сядут в Калифорнии Иэн Кристи и его команда на фирме Нептек разработали метод лазерного сканирования для обнаружения места повреждения на нижней части корпуса космического шаттла Дискавери Международная космическая станция всего в 400 километрах над землей это аванпост человека в космосе если мы хотим когда-нибудь совершить полет дальше Луны то это искусственное сооружение нам поможет 16 стран мира объединили усилия по созданию элементов необходимых для завершения строительства этого аванпоста одним из самых важных моментов в истории космической станции это то что все страны впервые объединили свои усилия чтобы надолго покинуть землю вы находитесь в поистине международной части международной космической станции это американская рабочая станция для управления роботом внутри европейского купола который управляет канадским манипулятором одна из задач этого манипулятора подцепить японский транспортный корабль который доставит на станцию материалы по оценкам в строительство уже вложено 60 миллиардов долларов но оно отстает от графика и бригады работают круглосуточно чтобы подготовить основные компоненты космической станции к запуску в космос только если шаттл НАСА будет регулярно совершать полеты станет возможным завершить строительство этого самого крупного объекта в космосе гигантские стройки международная космическая станция весит более 180 тонн и совершает оборот вокруг Земли за 92 минуты она летит со скоростью 28 тысяч километров в час а инженеры и астронавты из четырех стран строят уникальный научно-исследовательский центр лаборатория Колумбус строится в Германии узел номер 3 и купол обсерватории строят в Италии а в космическом центре Кеннеди во Флориде уже почти завершено строительство японского экспериментального модуля и ферм Шаттл Шаттл единственное средство доставки тяжелого оборудования на международную космическую станцию поэтому если МКС предстоит расти способно перемещать грузы весом более 100 тонн когда основные компоненты конструкции станции доставят в космос то именно руке Канадарм-2 предстоит установить их на место эта работа требует тщательной подготовки и репетиций после того как ты его захватишь а рука Шаттла его отпустит мы совершим поворот вот так а затем мы поднимем его вверх и мы правильнее сказать ты соединишь его со станцией хорошо и так он все еще будет в захвате номер 3 а другой конец будет внизу на руке так что Канадарм вполне сможет его достать да на пределе у нас там будут в космосе астронавты для осуществления наведения на этот раз нет ладно значит полагаемся только на роботов хорошо по-моему люди не понимают что хотя они находятся в условиях слабой гравитации вещи все же имеют массу и чтобы переместить предмет все равно приходится прикладывать силу и в то же время чтобы его остановить требуется большое количество силы и люди просто не могут этого сделать да сдвинуть с места массу в 20 тонн и перемещать ее это все равно что толкать парусное судно стоящее у дока хотя оно огромное его можно сдвинуть с места но если оно начинает двигаться быстро то может раздавить во многу о стенку дока пока шаттл дискавери ожидает ремонта на земле продолжается работа по завершению строительства главных компонентов и подготовки их к отправке Алан Тиркеттл это человек который координирует различные проекты из своего дома в Нидерландах он отвечает за работу над модулем Колумбус в Германии узлом номер 3 в Италии и куполом обсерватории в космическом центре Кеннеди в Нидерландах он также руководит конструированием автоматического транспортного корабля который создает Европейское космическое агентство это беспилотный грузовик который в дальнейшем будет снабжать международную космическую станцию и астронавтов живущих на ней всем необходимым для жизни в космосе это автоматический транспортный корабль который будет летать к космосу